Атмосфера, будь то всей каждой, в ожидании. Чудо, в воздухе витает предвкушение. Ивановская публика готовится к встрече с Юрием Башметом. Известный советский и российский дирижер, музыкант-альтист, вместе с камерным ансамблем солисты Москвы открывает 29-й фестиваль Дни российской культуры. Ожидание встречи с большим мастером, с великолепным маэстро, который несет свет, культуру, который образовывает нас и вводит мир в мир прекрасной музыки, вечной музыки. Большая удача. Я на таких концертах ранее не была, несмотря на 34 свои года. Поэтому жду, что понравится и буду в последующие разы тоже ходить. Ожидания, наверное, очень большие, потому что вообще скрипичная музыка – это всегда прекрасно. И мне очень давно хотелось послушать и получить, видимо, те впечатления, которые я получаю, когда слушаю ее в записи. А вот он и сам – Юрий Башмет. Камерный ансамбль солисты Москвы в живом исполнении. Дирижер отметил, что для него честь открывать 29-е по счету Дни российской культуры в Иванове. В стране не так много фестивалей искусств, которые приживаются надолго. Ну а пригласить маэстро с концертной программы – это совсем несложно, при условии, что маэстро чувствует свою нужность здесь и сейчас. Да нет, совершенно нет. Почему сложно? Сложно по графику, потому что у нас так получилось, что ночной перелет в Москву после длительной поездки и затем мало времени для какой-то, ну, для отдыха хотя бы. Поэтому вот это сложно физически. А мы так ехали, у нас был прекрасный водитель, замечательные машины, приехали впритык. Ну, коллектив существует много лет, он носитель Гремми, и это такая очень мощная машина, управляемая, поэтому с ними можно делать все, что угодно. И со мной с ними. То есть у нас такая связь многолетняя, потому что мы еще ни разу не сыграли одинаково. КОНЕЦ Жемчужины русской классической музыки буквально разливались по залу. В воздухе, кроме прекрасных звуков, были цвета, запахи, эмоции, вопросы и ответы. Артисты не пожалели ивановского зрителя и начали программу со сложного, многослойного и беспощадного, в хорошем смысле слова, Альфреда Шнитке. Это удар по психике, конечно, слушателю, если он не подготовлен. Знаете почему? Только по той причине, что с этого начинаются концерты. Потому что человек, который пришел в зал, сел, он вместо сразу удовольствия или восторга, он получает некий все время вопрос, и больше какие-то негативные, потом борьба какая-то с чем-то. И ему нужно сразу умственно работать, а он только пришел. Поэтому я так понимаю, что я это должен учесть в следующих программах, где бы это ни происходило. Надо сначала, ну так, по началу концерта дать что-то такое, чтобы публика включилась. И это только начало большого и насыщенного мероприятиями фестиваля. Одной из центральных площадок станет Ивановская филармония. В разные дни с концертными программами там выступят лучшие из лучших музыкантов России. Так, 5 ноября в Иванове сыграет виртуоз-балалайчник Алексей Архиповский. Встреча с ним для ивановской публики – большая удача. В настоящее время в балалайке он номер один. А в праздничные дни 3 ноября в учреждениях культуры региона пройдет Ночь искусств. Ночь искусств в Ивановской филармонии состоится в 18.30. В программе прозвучит музыка от барокко и до рока. Будут исполнены арии из опер. Также у нас сыграет оркестр, камерный оркестр Ивановской государственной филармонии. Солисты примут участие. А все завершится концертной программой ансамбля народной духовной музыки «Светилин» под управлением Дмитрия Горкавина. Чтобы фестиваль жил и был интересен для зрителей, организаторы каждый год стремятся внести в него что-то новое. В этом году в рамках фестиваля впервые прошел показ коллекции моделей одежды «Иваново-Иднесенские модные сезоны». И еще одно значимое событие – это мастер-классы в рамках творческого проекта, который поддерживает Министерство культуры Российской Федерации. Это с участием ведущих артистов Мариинского театра и преподавателей Санкт-Петербургской консерватории. Эта творческая школа начала работать сегодня в Ивановском музыкальном училище. Это проект Валерия Гергиева, и он направлен на поддержку одаренных детей. И мы искренне рады, что в рамках этого творческого проекта мастер-класс пройдет для 36 детей-воспитанников музыкальных школ нашего региона, тех, кто занимается на музыкальных инструментах, а также дети, которые сегодня являются участниками хоровых коллективов при музыкальных школах. И гала-концерт по итогам этой творческой лаборатории состоится 2 ноября в 14 часов в Ивановском музыкальном училище. В Дни российской культуры в Ивановской области пройдет около 300 мероприятий. Из традиционного – фестиваль национальных культур со своей насыщенной программой. Множество выставочных проектов подготовили музеи. Музей Бурылина уже работает экспозицией народной графики, лубочные картинки 18-19 веков. Во всех муниципальных районах сопланированы спектакли, концерты, творческие встречи и кинопоказы. Все прекрасное впереди. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.